В мероприятиях задействовались сотрудники управления по вопросам миграции, сотрудники оперативных структур главка, а также патрульно-постовая служба и участковые уполномоченные полиции. Первым объектом проверки стала строительная площадка, расположенная на улице Студенческой города Энгельса. На указанном объекте полицейскими выявлено 7 иностранных граждан, осуществлявших незаконную трудовую деятельность, один иностранный гражданин с нарушением порядка пребывания, а также выявлен факт фиктивной постановки гражданина России по месту пребывания, по которому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вторым объектом проверки стала площадка логистического центра в Ленинском районе Саратова. Зная о том, что работники в этих местах люди довольно суетливые, при виде полицейских так и норовят сбежать, строительный объект в режиме реального времени с высоты птичьего полета просматривался с камеры квадрокоптера. Группы людей, стремящихся пересидеть полицейскую проверку в сугробах, были видны как на ладони. В общем, бегать было бесполезно. От закона никуда не убежишь. В итоге все иностранцы, работавшие на объекте, были проверены на предмет соблюдениями миграционного законодательства. И, как оказалось, скрыться они пытались далеко не случайно. В ходе проверки 47 иностранных граждан, работавших на объекте, установлено, что 13 из них осуществляли незаконную трудовую деятельность. Трое иностранцев находились с нарушением порядка пребывания на территории России. Один из иностранцев незаконно находился на территории Российской Федерации. В отношении него приняты меры по административному выдворению. Все выявленные правонарушители привлечены к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности с наложением штрафа от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно допущенного к трудовой деятельности иностранного гражданина. Работа в данном направлении будет продолжена. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Расул Ибрагимов, дежурная часть Саратов.